Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Добрый день, дорогие друзья! Стремительно ворвалась в нашу жизнь ее величество осень и уже не за горами встреча с всемирно известным и любимым коллективом Камерным оркестром Виртуоза Москвы, концерт которого состоится 4 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». А сегодня мне хотелось бы немножечко вернуться к тому моменту, когда возникла идея создания этого оркестра. Мало кому известно, что одним из музыкантов, благословившим Спивакова на создание оркестра, даже сам не ведая того, стал Ринато Фазана, руководитель весьма известного во второй половине XX века Камерного оркестра «Римские виртуозы». Римские виртуозы достаточно часто гастролировали в России. И вот на одном из концертов, который состоялся в Большом зале консерватории, по окончанию выступления «Как это и полагается» Ринато Фазана преподнесли огромный букет красивых красных гвоздик. И пока гремели аплодисменты, уже немолодой маэстро, тяжело передвигаясь по сцене, бросил одну гвоздичку сидящему в первом ряду Владимиру Спивакову, тем самым как бы передавая эстафетную палочку. Надо сказать, что это был последний концерт Ринато Фазана и начало идеи создания Камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Время показало, что эстафетная палочка попала в надежные руки. Это сегодня «Виртуозы Москвы» – известный и прославленный коллектив на весь мир. Официально первый концерт «Виртуозов» состоялся в 1979 году, сначала в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, а затем в декабре 1979 года в Большом зале консерватории. В этом году оркестр отмечает свое сорокалетие. Справедливости ради нужно сказать, что в начале пути «Виртуозов» ждало большое количество настоящих сложностей. Прежде всего, негде было репетировать. Репетировать приходилось в столовых, в кочегарках, в военных клубах. Министерство культуры заявляло, что нет такого коллектива. Ключевым моментом стала Олимпиада 1980 года, которая проходила в Москве. «Виртуозы» выступали на одном из концертов, посвященных открытию Олимпиады. В зале присутствовало большое количество именитых деятелей искусств из разных стран мира. По окончанию выступления присутствующие долго аплодировали оркестру стоя. И вот, настал тот момент, когда приглашения на гастроли полились просто рекой. И началось триумфальное шествие виртуозов по всему миру. Еще одно детище Владимира Теодоровича – это фонд, который уже более 20 лет успешно работает. Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Идея создания этого фонда также возникла спонтанно. Однако сегодня можно сказать, что за плечами этой структуры большое количество добрых и хороших дел. Фонд помогает как одаренным детям, так и нуждающимся. Большое количество концертов «Виртуозы» Москвы в течение года дают благотворительно. На заработанные оркестрантами средства приобретаются дорогостоящие инструменты для одаренных детей. Оплачивается обучение одаренных детей. Оплачивается медицинское обследование детей, у которых проблемы со здоровьем. Вот такую вот деятельность ведут виртуозы. На сегодняшний день это уже больше, чем оркестр. Как я уже говорила, это легендарное товарищество музыкантов. Принципы существования, которых незыблемы, на первом месте по значимости были и остаются, наряду с профессионализмом и мастерством, высокие человеческие качества, высокая культура общения. А от других камерных оркестров «Виртуозы» Москвы существенно отличает исполнительская культура, высокий артистизм и, самое главное, любовь и уважение к публике, которая пришла на концерт. Приобрести и заказать билеты на предстоящий концерт можно на официальном сайте киноконцертного зала «Панорама» А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране о киноновинках в нашей специальной рубрике. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит пройти долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Позвольте мне представиться. Меня зовут Джонатан Грин. Я ученый, картограф. Письмо от Джонатана. Кажется, он попал в беду. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун Ван, царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию, разве что встретиться с ним вновь? Джонатан путешествует с девушкой? Что на этот раз окажется сильнее? Непоколюбимый скептизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в восточных землях? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев картину в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Фильм «Тайна печати дракона» рекомендован для детей старше 6 лет. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова